Добрый день, глубоко уважаемые пациенты, родственники пациентов, коллеги, все, кто подключился к нам. Сегодня мы с вами поговорим о таком нежелательном явлении, как облысение. Любой доктор, когда к нему приходит на прием пациент, и ему назначена химиотерапия, первый вопрос от больных, ну не первый, разные вопросы бывают, а что со мной будет после химиотерапии, как я ее перенесу, как я буду выглядеть, как это будет происходить. И, конечно же, мы отвечаем все честно, говорим, что да, химиотерапия действует на все быстроделяющиеся клетки, к которым относятся клетки крови, сама опухоль, желудочно-кишечный тракт и придатки кожи. Сегодня с вами мы поговорим о придатках кожи, о волосах. Женские волосы ассоциируются с женской привлекательностью и являются символической женской силой. Уход за волосами – это ежедневный ритуал, один из стереотипов взаимодействия женщины с собой. Утрата волос носит символическую бессознательную угрозу, нарушающую устойчивый стереотип поведения, но и активизирующую витальную угрозу заболевания. Актуализация этой угрозы носит обратимый характер, является фазой адаптации к болезни. Злокачественное новообразование может стать избыточным травмирующим фактором у женщины и к склонной к дезадаптации. Потеря волос может становиться причиной дезадаптации. Мы уже говорили, в 20%, где к дезадаптации у нас относятся депрессия, эмоциональные расстройства, фрустрации и устойчивые эмоциональные нарушения, которые составляют 8% по данным литературы. Они приводят к тому, что женщина может даже отказаться от химиотерапии. В такой ситуации уже требуется вмешательство врача-психотерапевта. Мы с вами знаем нашу знаменитость Валентина Толкунова, которая в свое время, когда ей была предложена химиотерапия по поводу ее заболевания, она даже отказалась от лечения и не дала возможности себе лечиться. Профилактика аллопеции свою историю, можно сказать, берет с 1970-х годов, когда впервые начали с этой проблемой как-то бороться. Были попытки охлаждения головы кожи кусочками льда, холодным воздухом, но, к сожалению, это особого успеха не увенчалось. В 2011 году на территории Российской Федерации был зарегистрирован аппарат Орбис, предназначенный для профилактики аллопеции при химиотерапии. Это его регистрационное устройство представлено на слайде. Он показан к применению в целях снижения вызванной химиотерапии потери волос у онкологических пациентов, проходящих системное лечение с использованием химиопрепаратов, вызывающих аллопецию. Конечно же, пациенты уже очень много что знают, все все читают. Такие препараты, как доксорубицин, эпирубицин, доцитоксел, поклитоксел, иринотекан, топотекан, циклофосфан, этапозит, они вызывают аллопецию более чем в 50%, а порой даже до 100% тотальную аллопецию. Такие препараты, как блеомицин, липосомальный доксорубицин, и фосфамид, митомицин, винкристин, винарельбин, гемцитабин, производные платины, они вызывают аллопецию до 20%. В нашем центре, в НМИ с онкологией Минипетрова, с 2013 по 2020 год, сеансы химиотерапии на фоне гипотермии волосистой части головы получили 223 больных. Из них раком молочной железы – 212 пациентов, возраст которых составил от 27 до 77 лет, и средний – 51 год. Им проводилась химиотерапия по схеме доксорубицин, АЦ, ТАК, доцитоксел, поклитоксел, раз в 3 недели еженедельный, карбоплотин, цисплотингемстабин. Пациенты с заболеванием рака яичников. Таких было 6 больных, средний возраст – 51 год, были больные от 32 до 69 лет, и им назначена была химиотерапия по схеме цисплотин, поклитоксел, и пациентки раком шейки матки, их было 5, в возрасте от 32 до 69 лет, средний возраст – 38 лет. Им проводилась химиотерапия по схеме цисплотин, поклитоксел. На данном слайде представлено само оборудование и пациентка, которая проводится гипотермия. Из чего же состоит холодовой шлем, установка. Туда входит холодильный блок с электронным управлением в комплекте с силовыми проводами, два набора трубок для хладагента с соединенным механизмом, покрытых изоляционным неопреновым кожухом, четыре стандартных шапочки различных размеров S, M и L, в комплекте с изолирующим покрытием и соединенными механизмами, и двойной регулируемый держатель трубок для хладагента в комплекте с кронштейнами для шапочки. Основная задача медицинского персонала – это правильный выбор шапочки в начальном этапе, выбрать S, M или L. Каким же образом это выполняется? Передний край шапочки должен обязательно находиться на лбу пациента, на уровне 2 мм ниже линии роста волос. Шапочка должна полностью покрывать всю линию роста волос задней части головы и плотно прилегать к голове пациента. Не использовать шапочку неподходящего размера. Какой же принцип действия профилактики аллопеция? На данном слайде мы видим, что нарисован фолликул, и к нему подходят сосуды. Какой же основной механизм? Во время гипотермии образуется температура в районе 4 градусов. Даже когда пациент снимает шапочку, мы порой наблюдаем, что у него даже есть лед на голове. И таким образом, когда происходит гипотермия, у нас кровь перестает циркулировать, и цитостатик не попадает к волосяному фолликулу. Тем самым, происходит нарушение доставки цитостатика к волосяному фолликулу, и тем самым нарушение процессов их накопления в охлаждаемых областях. И мы сохраняем более 50% волос таким образом. Процедура холодового шлема проводится в 3 цикла. Основной – это один из цикл предварительного охлаждения, которое происходит 20-30 минут до начала введения препаратов. Также происходит охлаждение во время всего проведения курса химиотерапии до последней капли. И как только мы откапали химиотерапию, начинается охлаждение после сеанса химиотерапии. Он составляет от 60 до 120 минут в зависимости от цитостатика, согласно инструкции. Этот слайд взят из инструкции. Рекомендованное время охлаждения после введения химиопрепарата. Для антрациклин, содержащих схем химиотерапии, требуется 90 минут после введения цитостатика охлаждения. Для токсанов – 90 минут. Для препаратов платины – 90 минут. Для гемцитабина – 45 минут. Препараты, когда используются в комбинации платины плюс токсаны – 90 минут. Препараты антрациклины плюс токсаны требуются 90 минут. Какие же основные ошибки были, когда мы только начинали работать? Это выпадение волос на макушке головы. Это означало то, что шапочка была слишком мала. Используйте шапочку большего размера. Вот какой-то пациентки на слайде. Выпадение волос на задней части головы. Шапочка слишком мала. Необходимо использовать шапочку меньшего размера. И выпадение волос по линии роста волос. То есть, недостаточное покрытие волосяного покрова было. Необходимо использовать шапочку большего размера с меньшим покрытием. Как и у любой другой процедуры, здесь существуют противопоказания. К которым относятся гематологические заболевания, холодовая аллергия, агглютинация, метастазы в кожу головы. И предстоящая лучевая терапия на кости черепа. Степень аллопеции по международной классификации. Существует первая и вторая степени. К первой степени относятся выпадение волос менее чем на 50%. Это не очевидно на расстоянии, только при тщательном осмотре. И не требует носки парика. И вторая степень, это выпадение волос уже более 50%. Очевидно на расстоянии. И необходим парик. Локальной гипотермией при различных схемах химиотерапии в нашем центре было проведено 1271 сеанс. Антрациклиновые схемы. Было пролечено 112 пациентов. Проведено 385 сеансов. Проведено от 1 до 6 курсов. В среднем 3 сеанса. Монохимиотерапия токсанами. Проведено 75 пациентов. 760 сеансов химиотерапии. От 1 до 12 введений. В среднем 10 сеансов. Монохимиотерапия препаратами платины. Была проведена 5 больным. 16 сеансов. Суммарно от 1 до 4 курсов. В среднем 3 сеанса на пациента. Препараты платины. В комбинации с токсанами. 18 пациентам. 82 сеанса. В среднем 4 сеанса на человека. Антрациклины в комбинации с токсанами. 7 больным. 12 сеансов. В среднем 1 сеанс на человека. И венерильбин. Было проведено 6 больным. 16 сеансов. В среднем 2 сеанса на пациента. Что касаемо эффективности, которая была в нашем центре. У антрациклинсодержащих схем. Из 112 пациентов. Первая степень. То есть нам удалось сохранить волосы. Была у 77 больным. У 35 была пациентов уже вторая степень. Аллопеция. Монохимотерапия токсанами. Из 75 больных. 68. У 68 больных была первая степень. И у 7 пациентов уже вторая степень. Аллопеция. Препараты платины. Была первая степень у 80%. И вторая степень у 20%. Препараты платины в комбинации с токсанами. Первая степень была у 45%. И вторая степень у 55%. Комбинация препаратов антрациклины плюс токсаны. Первая степень была у 17%. И вторая степень у 85%. И монохимотерапия венерильбина была у 100%. Первая степень аллопеция. Какие же осложнения мы регистрировали во время сеанса гипотермии волосистой части головы? Наиболее часто встречался дискомфорт во время процедуры. Это было у 47 больных. Обострение гайморита у одной пациентки. Сеанс гипотермии остановлен по причине неконтролируемого озноба у 4. И головные боли, головокружение у 5. Таким образом, холодовой шлем для профилактики химиопосредованной лапеции эффективен при полихимиотерапии по схеме АЦ и монохимиотерапии препаратами платины, токсанами, венерельбином. И неэффективен при полихимиотерапии антрациклинами в комбинации с токсанами, препаратами платины в комбинации с токсанами. Холодовой шлем эффективен у правильного больного при правильном режиме химиотерапии при соблюдении правильной техники выполнения. То есть мы заранее уже можем с пациентом обговорить, когда стоит и когда не стоит это выполнять. И обязательно контролировать, правильно ли надет шлем. Ну и клинический пример. К нам обратилась пациентка, 45 лет, заболевание правой молочной железы, и ей проводилось комплексное лечение. Была выполнена мастектомия с одновременной реконструкцией экспандером. Рекомендовано проведение 4 курсов химиотерапии по схеме АЦЛ, лучевая терапия и 12 еженедельных монохимотерапии по клетокселам. Пациентка получила всю неодевантную химиотерапию на фоне гипотермии волосистой части головы. Мы получили лапец в первой степени. Сохранение волос было достигнуто более 50% за весь курс химиотерапии. Пациентка была довольна результатом. На данном слайде пациентка в шлеме сидит, и это уже после 4 курсов мы ее фотографировали. И на этом слайде пациентка сидит уже после 12 курсов, как мы ее все откапали. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...